Добрый вечер, дорогие гости. Микрофон действует, да? Да. Подборим сначала о переводе поэзии. Тут не все так однозначно, как я написала в анонсе своем. В 1836 году Пушкин, незадолго перед гибелью, прямо накануне, в заметке о шатабриановом переводе Мильтона. Мильтон – это английский поэт. Вот Шатабриан, английский поэт, написал поэму «Потерянный рай». Шатабриан, Франсуа Шатабриан перевел «Потерянный рай» на французский язык. Об этом пишет Пушкин. «Ныне пример неслыханный». Первый из французских писателей переводит Мильтона слово в слово и говорит, что если бы можно было перевести все подстрочно, то это бы было самое высокое искусство. В недоумении, говорит Пушкин, рассуждает на эту тему, говорит о том, что уж если русский язык столь гибкий и столь податливый к иностранным языкам не может в точности воспроизвести подлинник, то французскому языку это совсем не под силу. И рассуждение свое заканчивает пессимистическим заключением. Подстрочный, то есть точный слово в слово перевод невозможен, никогда не может быть верен. В связи с этим я хочу попросить вас пройти небольшое испытание. Пожалуйста, угадайте, какое знаменитое стихотворение Пушкина я сейчас прочитаю на татарском языке. Его не я перевела, а татарский поэт Нурия Асланов. Я прочитаю из него вам всего четыре строчки. Причем текстовое совпадение тоже полное абсолютно. Не только в словах, но и в конструкциях. То бербуры кавык улыу, то как зверя назовой, бербаа кавык улы. Перевод этот сделал татарский поэт Нурия Асланов. Я тогда только увлеклась переводом и работала над юношеским стихотворением Джалиля «Я буду это». Я сделала перевод этого стихотворения, но работа моя заняла ровно два года. Она не сдвигалась с места до тех пор, пока я не нашла первую строчку. Джалиль пишет. «Кичкай жилляр улы, улы, тур ягамна кага, кага, тэнгя камнану я цала. Если ночные ветры воя, воя, будут тебя от спокойного сна. Вот это воя, воя. Я считала, что это очень важно передать в переводе. И когда я поняла, что «Когда ночные ветры, забывая, твой безмятежный нарушают сон, моя работа сдвинулась с мёртвой точки, но всё равно продолжалось два года. Но самое трудное было уже достигнуто, работа происходила сама собой. Она не мешала мне думать о другом, делать мои повседневные дела. Сама происходила. Это было великое наслаждение. Каждый день я добивалась каких-то успехов. И в результате получилось прекрасное романтическое стихотворение Джалиля. Очень скорбное. Тем, что в нём он предсказал свою судьбу. Я прочитаю только одно острово единственное. «Когда ночные ветры, забывая, твой безмятежный нарушают сон, когда твоя тревога, нарастая, теснит предчувствием со всех сторон, такой порою может быть случиться, застегнутый в дороге непогодой, усталый путник тихо постучится со слабым стоном на твоём пороге. Тогда душа моя, не осерчай, не упрекай несчастного, не сетуй и не взгляни недобро, не взначай. Бездомный этот, знай, я буду это». Белинский, младший современник Пушкина, он на 10 лет младше Пушкина, я думаю, что буквально в этом же 1836 году написал следующее. «В переводах из Гёта мы желаем видеть Гёта, а не переводчика. Если бы сам Пушкин, пишет Белинский, взялся переводить Гёта, мы потребовали бы от него, чтобы он нам показал Гёта, а не себя». «Читала ли это Пушкин?» Скорее всего, нет. Уже после смерти Пушкина были отзывы, я нашла в таком духе «Если ты хочешь читать Гёта, то читай его по-немецки». Пристыдили Белинского. Конечно, это было сильное заявление, но оказалось, Белинский написал про меня. Я перевожу Гёта стихотворение «Морской штиль». «Морской штиль». «Морской штиль». «Морской штиль» «Тiefe Stille» «Тiefe Stille» «Herrscht im Wasser» «Ohne Regen «Krut das Meer» «Und bekümmert sie, der Schiffer» «Glatte Flächen »Rings umher» Каина луфт, фон каинар зайте, Тодес штиле фюрхтер лих, Индер онге хоэрен ваэте, Регет каина вэлле зих. Морской штиль. Полный штиль царит на море, Гладь недвижной лежит, И с тревогой во взоре В лодке лодочник следит. На пространстве неохватном, Без движенья, без волны, Душу сковывая хладом От мертвящей тишины. Это был один из первых моих переводов Бюта, И это мне помогло продолжать мою работу. Я взяла на себя смелость и перевела Ночная песня Странника. Это из большого произведения Гёта Адвир Гельми Майстер. Важная песня Странника. Продолжение следует... 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 Или канцлеру ее отдай Повесит он ее пускай К другим своим наградам А я, как птица, и пою Из горла песни льется Награда мне за песнь мою Уж в том, что мне поется Но все же просьба есть одна Вели мне лучшего вина Поднесть в золотом бокале Принявший кубок осушил О, сладостный напиток Благословен будь от души Тот дом, где сей избыток За все, что будет вам дано Как я сейчас вас завено Благодарите Бога Или Фульский король Король, любовник, верный Правитель фульский был От милой в дар предсмертный Он кубок получил Из кубка золотого Он пил и пил с тех пор На всех пирах И снова слеза застила взор Когда для смерти время пришло Отдал, как есть Все, с городами всеми Остался кубок здесь У моря в старом замке Средь рыцарей своих Высокой предков зале Встал старый бражник тих Подняв сосуд священный Он выпил жизнь до дна И бросил кубок пенный Вал моря из окна Глядел, как кубок светил Все пил, кренясь, головой Смежил глаза и не пил Уж больше, уж капли ни одной Раньше этого Первого веймурского десятилетия Еще в юношеском возрасте Гёте Который Очень интересовался Еврейской Библией Индийской религии Заинтересовался личностью Пророка Мухаммеда И посвятил ему Стихотворение, которое называется Песнь Магомета Которую можно понимать Как песнь Магомета Или песнь о Магомете Здесь он сравнивает Гёте сравнивает Мухаммеда С ключом, родником Пробившимся высоко в скалах И стекающим Горным потоком Вниз в долину Я просто прочитаю Это стихотворение Песнь Магомета Светлой радостью Средь скал Ключ сверкал Подобно звездам Духи добрые с высот Его с юности Вскормили меж утесов В танце Юношеский свеж Он из облака Свергаясь Вниз на мраморные скалы С ликованием Взмывает Снова к небу Сквозь расщелины В утесах Камни пестрые Толкая Предводительствует Братьям За собой Увлекая Вниз В долину Под шагами У него цветы Его дыханием Лук живет Но Ни долина тени Ни цветы Его колени Обнимая И лаская Нежным взором Удержать его Не в силах Он стремит Свой бег Змеиный Вниз К равнине Ручьи Спешат К нему Чтоб Слиться Ныне На равнине Серебрится С ним Красуется Равнина И все Рейки На равнине И ручьи От гор Ликуя Просит Брат Возьми С собою Братьев К старцу Океану Что протягивая Руки Ожидает Постоянно Нас Таскующих В пустыне Здесь Песок Мещадно Пожирает Кровь Высасывает Солнце Холм К воде Нас Не пускает Брат Возьми С собою Братев С гор Возьми С равнины Братев К твоему Отцу Все Придите Он Исполнен Мощи И великолепия Роды Все Все поколения Он возносит К властелину И дает Свобедным Громом Он название Странам Города Лежат У ног С Беспрерывным С дающиму С бурной Радостью Творцу И вот Ему подарили Сборник Стихотворений Персидского Средневекового Персидского Поэта Хафиза В переводе На немецкий язык В переводе Хаммара Пургшталя Йозеф Фон Хаммар Пургшталь Меня очень Интригует Что это Мог быть За перевод Насколько Точный Насколько Но Гёте Который Уже был Знаком С отдельными Стихотворениями Хафиза Настолько Вдохновился Этим диваном Что Сначала Он задумал Что он Напишет Книгу Стихотворения Посвященная Хафизу Но уже Через год Он Объявил Что Он Предполагает Написать Нечто Представляющее Собой Единство Запада И Востока Единство Запада И Востока С Проникновением Способа Мышления И Нравов Друг Газели Газели В виде Таблиц Перси Иранцы Гадают Устраивают Гадание По Хафизу Так же Как Было Принято Гадать По Корану Таким Таким образом Он Является Для них Не только Пределом Поэтического Совершенства Но еще Учеником Жизни Ну что Я Не читала Хафиза Но Я перевела Стихотворение Геота Посвященное Хафизу В результате Замысел Геота Расширился До того Что Его произведение Стало Называться Западно Восточный Диван Который Все время Менял Свой Объем Количество Глав В результате Он стал Состоять Из 12 Эти книг Первая Книга Называется Книга Певца Вторая Книга Посвящена Хафизу А Хафизе Нам Надо Увидеть Геота В 14 Году И Хафиза В 14 В 14 В 14 В 14 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, давайте... Имя. Поэт. Мухаммед Шамсиддин, хафизм твой народ налег навечно почему тебя? Отвечу. Потому что соблюдаю в чистоте и сохраняя неизменным постоянно завещание Корана, остаюсь благочестивым. Не касается тех скверно, кто пророка слова верно чтит и следует с другими, потому и дали имя. Поэт. Я хочу, хафиз, стараться от тебя не отличаться. Сжившись с мыслями чужими, мы становимся другими. Образ наших книг священный, постигая, Совершенно стал хафизм, я схож с тобою, С ясным сердцем, головою. И дальше. Как на платье плат, лик Бога, проступил в душе убогой, через борение без меры, сквозь сомнения, образ веры. Когда Гёта делает беспрецедентное признание, читая хафиза, он обрел образ веры. Образ христианской веры. Обвинение. Знаете, кого в пустынном месте между скал и стен подстерегают черти? Улучив мгновение, похищают, и в аду несчастного пытают. Это воры и лгуны. Поэт, негодник. Почему он не боится преисподней? Он же знает, с кем имеет дело. Он, который сам безумен, то и дело. Это хулители хафиза от имени хулителя. А буянный страстью, беспокойный и в глуши тоскою заключенный на песке рифмует муки эти. Их тотчас же заметает ветер. Что напишет, сам не понимает, а понявший не запоминает. Отчего же эти песни живы, хоть Корану противоречивы? Праведные мудрецы столпы ислама, растолкуйте и скажите прямо, возмутитель духа, потерявший меру, как мерза хафиз, колеблет веру. Высокоученые мужи, судите, знатоки закона, объясните, что должно тут предпринять. Скажите. Вот какой был благочестивый хафиз. Вот почему стихи его и газели его созвучны. И Гёте, и творчество его. Гёте тоже не был догматичным лютеранином. Родившись в семье правоверных лютеран, он очень скептически относился к догматам, к непереступаемым догматам лютеранской церкви. И это сохранилось в нем на всю жизнь. Открыв хафиза, он нашел действительно единомышленника. Фитва. Фитва – это мусульманское законоуложение, религиозное решение. Муфти стихи Мисри читал. Мисри – это поэт. Другой персидский поэт. И по отдельности, и в целом. Прочтя по размышлению зрелым, собрав, в огонь все побросал. Глаз от огня не отводя, Сказал высокий судья. Так каждый должен быть сожжен, Кто как Мисри считает. Он один избегнет муки этой. Талант Аллахом дан поэту, Употреблять во грех, коль будет, Пускай Аллах его рассудит. Но западный и восточный диван очень большой. И пока Гёта собирался расставлять в нем главы, В жизни Гёта произошло большое событие. В самом начале работы над диваном, В одной из поездок на родину во Франк-Форт-Наомае, Он познакомился с молодой женой Своего старинного приятеля, банкира Вилленмера. Марианны Вилленмер. Это первая их встреча. Осталась просто запомнившаяся им обоим. Приезд Гёта повторился. И с этого момента между 65-летним Гёта И молодой женой его друга-банкира Завязываются отношения. Очень глубокие отношения. Достаточно сказать, что Марианна Вникает в работу Гёта И не только вникает, но начинает в ней участвовать. С этого момента в диване возникает целая книга, Которая называется «Книга Зулейки». В собрании стихотворения же западно-восточное собрание. И немец Гёта переодевается для своего произведения Перса Хатема, А его возлюбленная называется теперь Зулейкой. Зулейка – это библейско-коранический персонаж истории о прекрасном Иосифе. Это та жена большого персидского вельможи, потрясённой красотой Иосифа прекрасного. Зулейка, здесь он называется Юсуф, стала склонять его к любви с собой. Вы знаете эту историю. Иосиф был непреклонен. Зулейке приходится идти на самое неблаговидное действие, чтобы его опорочить, а потом заточить в тюрьму. Но мне осталось непонятно, почему своей возлюбленной Марианне Велимер Гёта дал это имя Зулейке. Как ты думаешь, Маша? И здесь настало время, когда я должна сказать, что в книге Зулейке некоторые стихотворения, а две больших песни совершенно точно, песни о западном ветре и песни о восточном ветре принадлежат Перу Марианне Велимер. Очевидно, они были подправлены Гёте, но они включены в диван, в эту книгу «Западно-восточный диван». И все эти 150 лет они существуют в виде прелестных романсов на музыку Франца Шюберта. Я очень польщена, что сегодня я могу попросить их исполнить студентку училища имени Шнитке при институте Шнитке, студентку четвертого курса. Марьян Патахова, лауреат международных премий, выступает перед вами и споет песню о западном ветре и песню о восточном ветре. Почему я особенно волнуюсь? Она будет петь их на немецком языке, но Франц Шюбер лег и на мои слова. Мои слова подошли к Французу. Марьян покажет это. Означает шум огненье, Ветер весь придет на стопы. Крылья в свежее движение, сердце трогает глубоко. Крылья в свежее движение, сердце трогает глубоко. Крылья в свежее движение, к Ветер весь придет на стопы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Мистическим, хафиз святой, в значении слова «непонят» в секрет хотят проникнуть твой. Мистический по-ихнему помешанный, они давно твоим сбывают именем свое нечистое вино. А ты, мистический и чистый, им непонятен потому, что свят безнабожности. Это не позволяют никому. Хафизу Желания людей тебе известны, и цену знаешь горестной тоски. От мала до велика повсеместно мы все живем зажатые в тиски. Бываем то больны, то здоровее, кто станет спорить с участью такой? Случается, один сломает шею, зато выходит молодцом другой. Я пред тобой, учитель, повиниться в моих просчетах слишком частых рад. Подобием ходячим кипариса она к себе притягивает взгляд, как будто корни шаг ее крадется и на ходу милуется землей. Привет ее лукавством обернется, восточно вкратчив сладкой речи строй. Все это нас пророчески толкает туда, где ветер с косами сплетясь, каштановые локоны взвивает и отпускает мимо, пронесясь. Открытое чело тогда лучисто, что песня на сердце тебе легла, и радостно, непринужденно, чисто душа твоя покоиться могла. И если губки, шевеляясь, примила, тебя при этом застают врасплох, внезапно ощущаешь, как постыла тебе твоя свобода от оков. Дыхание твое не будет прежним, когда душа устремлена к душе, и запахи, мешаясь, с чувством нежным, невидимо сгущаются уже. Когда охваченный огнем пылаешь, то остается кравчево позвать. Единожды и дважды подзываешь, придет и раз, и два, и будет ждать. Глаза его горят, а сердце бьется, он ждет, он жаждет слова твоего. Когда вином согретый дух твой рвется к вершинам совершенства своего. Мир предстает ему во всем просторе, здоров отменно, процветает сам, в чистейшем грудь вздымается в восторге. Он молод, снова юношею стал, когда спадает из глаз твоих завеса душа твоя, и мир теперь без тайн. Философа благодаришь за это, и воздаешь хвалу его устам. Внимают нам и слуги, и патроны, как мудрости подвластны ввысь и ширь, склоняет ухо к нам и шах на троне, нуждается в совете и визирь. Все это ты поешь нам и поныне, и завтра будешь точно так же петь. В суровой нашей жизни, без уныния, сопровождая дружески и впредь. Теперь я поступлю, как поступают иранцы с диваном Хафиза, пускай откроются, где откроются. Книга Парса. Я говорила о том, что с юности интересовался Гёте всеми религиями, которые доступны были для его интереса. Но я думаю, и которые недоступны тоже. Он об этом говорил, что он добивался и невозможного в своей жизни. Парсы это язычники, персидские, даже праперсидские, огнепоклонники, зороастрийцы. В этой книге я прочитаю вам стихотворение «Завет старой персидской веры». Что скажу вам на прощанье, братья? Что могу убогий завещать я вам, которые меня кормили, до последних дней заботясь чтили? Когда видишь, как, сверкая златом, весь в каменьях, как усыпан градом, Среди знати, в окружении свиты, на коне король, Тогда уже ли ты так ревнив, что зависть досаждает? Взоры вашего не услаждают? Неужели утро, что крылами поднимает солнце над холмами Дарна Венда? Кто найдется, от картины этой отвернется. Ах, я помню, в эти утра жадно пробуждался к жизни многократно, Чтоб на троне, узнавая Бога, звать хозяином всего живого, Чтобы быть достойным его взгляда, в его свете поступать как надо. Но как только шар огня смыкался, ослеплен, пред ним я оставался, Ударяя в грудь себя без воли, лбом вперед я падал в ниц от боли. А теперь благое завещание, братья любезные, на прощание. Ежедневно трудное служение. Для чего иначе откровение? Ручки тянет вверх, новорожденный, Чтобы тотчас к свету обращенный Дух и тело солнцем бы омылись, Каждым утром чувствовал бы милость. Пусть блюдут живые своих мертвых, Зарывайте в щебень и животных, И насколько ваших сил хватает, пусть все, что нечисто, закопают. Так возделывайте ваше поле, чтоб светило солнце, труд ваш, холя. Коль сажать деревья, то рядами, и посадки разобьются сами. Чтобы и вода всегда в каналах не стояла, чистой оставалась, Как и зен-де-рут. Сбегая быстро, в землю уходил бы так же чисто. Чтобы воды свежесть сохранили, Вырезать прилежные могилы. Камыши, сорняк, а соку надо изводить, И саламандр, и гада. Землю в чистоте держать, И воду нужно солнцу с воздухом в угоду. Светит солнце через воздух справно, Там и жизнь, ей благодать и слава. На земле покой и очищение. Человек, как пристар в утешении, Претерпевшим от трудов так много, Может изваясь из камня Бога. Там, где в очаге огонь уютно, Ночь светла, и телу так нетрудно, Быстро зреет на огне открытым кровь сырая, Соком трав полита. Дров в огонь, и радостью прорвется Жар от семени земного солнца. Хлопок, отделив, скажи смиренно, Будь благословен, фитиль священный. В каждой лампе фитиля горения Это отцвет высшего свечения, И ничто не может вас заставить По утрам Господень трон не славить. Там печати жизни, херувимы, Зеркало Господне. Уловимо там во славу Бога лепетания Многие круги существования. Оставляю берег Зендеруда Простите, у вас есть перевод, который У Левика звучит так «Был я в плену волос» Первая строка, это наверное, С книги в Левике. Был я. Был я в плену волос. По-моему, это книга в Левике. Да, давайте ее прочитаем. Я перевела весь диван, Поэтому пропущенных стихотворений нет. Только догадываться можно, О каком стихотворении идет, И речь по такой первой строке. А при местах вы не знаете? Не знаю. Могу по-русски. Я могу сейчас догадаться. Что-нибудь три строкы. Если вы прочитаете, То точно догадаетесь. А еще какие там строки? Я делаю имя Суладу, Как и ты, где описано, Друг знал любви и Сулада. Знаете, наизусть Левика? Это очень интригующе. Надо искать. Это очень интересный вопрос. Мы могли бы получить удовольствие. Это очень интересный вопрос. Я делаю вам Messi. Будет takeshMER skal. Я не могу зайти. Как и ваше whisper. Наизусть Левика? Яmam. АHSБЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ. Сулада. Прочитайте все, что вы помните. Следующая строка. Расплетают косы те, кто длинно волосы, сбит в единой красоте, а шлемы служат косы. И дальше я разметал. Так, и обязательно вы не делаете секторин, я не прочитаю вам. А сейчас мне не хочется, чтобы наша пауза затягивала себя. Чувствую себя виноватой. Мы отдыхаем, не чувствуемся. Я не знаю, как вам, но мне очень трудно дается восприятие самогета. И на слух тоже? Да. И на слух тоже? Да. Я поставила себе стихотворение длинное, я теряю муфи. Да, большое стихотворение, это, конечно, труд. Я обещаю вам, что я найду, ты стихотворение прочитаю. Из книги Зуленьки. Ночь полнолуния. Госпожа, что значит шепот, шевелишь едва губами, как пригубливаешь что-то ты прелестными глотками. Притянуть желаешь губкам, сёстрам, пару губ другую? Поцелую. 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 В полнолунии так же чудно, изнывая сладкой мукой, твой любимый грезит смутно о свидании с подругой. В то мгновение, минуту, вы прославили святую. Поцелую. Поцелую. И это не воспринимаешь, Маш. Нет. Маш, ты не хочешь больше, Вася, слушать, да? Так, ложись. Ложись. Вот, смотри, там какие-то мышки. Можешь никуда не? Эти мышки. Нет. Можешь? Нет. Зулейка, у веселого ручья, это специально для Маши, где родник желчит, у веселого ручья, где родник желчит сначала, на воде не замечала букв, что держат здесь меня. Появились вместе с ними почерк твой и мое имя. Где кончается канал, там, в конце большой аллеи, я взглянула вверх смелее. Вень зельмой опять дрожал, тонкой выполнен рукой. Будь, о, будь всегда со мною. Это Зулейка говорит. Как оставаться мне веселым, когда лишен я света дня, к перу влечет меня невольно, пить нет охоты у меня. Когда я снова к ней приближен, слова и речи все не то, и как язык во рту недвижен, так спотыкается перо. Но только чур, любезный кравчи, наполни тихо мой бокал. Когда окликну тебя жарче, запомни, что тогда сказал. Девушка. Посторонняя девушка какая-то там на площади. Вновь поешь Зулейку в суе. И да будет вам известно, не к тебе ее ревнуем, но к твоим ревнуем песням. Знаем мы, как не ужасна красота ее. Одну прославляешь ты прекрасной, как Джимиль и Батайну. Мы красивей и желаем быть прославленными так же. Чем дешевле нас прославишь, тем отплачен будешь краше. Хатам. Так и быть, смуглянка, Эти косы гребни так же ловко красят чистую головку, как макушки у мечети. Ты, блондиночка, прелестна. Так стройна осанка эта, что сравнение уместно для тебя и минарета. А у той, что сзади взгляда, глаз двойных слегка прикрытых, остеречься будет надо. Каждым пользуется скрытно, по потребности отдельно, добиваясь, что ей нужно, этим глазом простодушно, тем отъявленная стерва. Каждым пользуется скрытно, по потребности отдельно, добиваясь, что ей нужно, этим глазом простодушно, тем отъявленная шельма. Кто двойным сражен был взглядом, подлечившись, станет мудрым, избежавший навряд для всех счастливей в мире скутном. Потому так возвышаю и хвалю вас в этом месте, что вас каждый прославляю, госпожу со всеми вместе. Книга рая. Я думаю, что исламом, да и не я думаю, он говорит, откровенно рвёт, что очень нравится ему мусульманский рай. Мусульманин говорит о рае так, как если б он бывал в раю. И всему, что сказано в Коране, свято верит, как в судьбу свою. Но пророк, создатель книги нашей, хорошо умел нас понимать, знал, что вопреки угрозам страшным червь в сомненье будет нас терзать. Оттого-то в этом вечном крае он старался всё омолодить. Юность там парит, не уставая, чтобы мне предельно угодить. В моём сердце, чреслах упалая, на блаженство неба, ничего я другого знать и не желаю, чтобы вечно целовать её. Пропуск в рай. Гурия. Нынче я в воротах рая свою очередь несу. Над тобой пока не знаю, суд какой произнесу. Не внушаешь мне доверия, точно ли ты из мусульман? За какую службу верить тебе в небо пропуск дан? Ты причислен ли к героям? Раны все мне предъявляй, по которым дверь открою и впущу тебя я в рай. Я, поэт, толковать что зря об этом? Ты пусти меня лишь внутрь. Если б был я человеком, был борцом, изведал бурь. Глазом острым, беспристрастно видишь в сердце и вокруг след и раны от коварства, раны от любовных мук. Высоко я дружбу ставил, петь любовь не уставал, мир, который я оставил, славить не переставал. Вместе с лучшими и страстных своим именем зажег я огонь любви. В прекрасных их сердцах пылать он смог. Нет, не жалкий тут попался. Дай мне руку, чтобы дни вечной жизни мы по пальцам нежным считывать могли. Заигрывает с гурей. Ну и в таком духе. Книга Крапчева. В излиянии сопровождали и жизнь Хафиза. Вы очень хорошо знаете по Амару Хаяму и по другим стихотворениям персидским. Гёте любил и умел пить. Какой-то из наших физиолог, мечников, что ли, кто я читала? Кто же это? Пишет, я не раз прочитала в интернете, что Гёте злоупотреблял. Он пил много и с молоду, и это отражалось на его здоровье. А я хотела бы сказать не об этом, а вот слово Крапчий. Такое чуждое слово в нашем современном языке. Переводчики Хафиза тоже пользуются этим словом. Крапчий. Это тот, кто слуга, мальчик разливает, подносит. Да и просто слуга. В слугах у Хатема находятся всё время очень красивые молодые люди. И очень красивые стихотворения надо же было заложить хотя бы. Извините мне эту... А, ну вот хотя бы такой диалог. Будем цепь яны, Живые, Без вина пьяны, Молодые, А с вином моложе Старость. Чудодейственная благость, О заботах жизнь хлопочет, Знать забот вино не хочет. На вино запрет наложен, Если выпить нужно всё же. Пейте лучше вино. Кислое запрещено. Кислое запрещено. От кислятины страдая, Согрешишь вдвойне ругая. Кельнеру. Мне кружку грубиян под нос Совать никто не смей. Привет ли будь, кто мне поднёс? Тогда вино светлей. Эта гнусная блудница, Называемая жизнью, И она, как остальные, Провела меня, Отнявши веру, А потом лишив надежды. Когда же за любовь взялась, Я вырвал у неё, И чтобы сохранить сокровище моё на веки, Мудро поделил Между Зулейкою и Саки. Саки — это и есть крапчин. Старается каждый, каждый из двоих Старается о высшей плате. Богаче я теперь, чем был, Обрёл я веру вновь, То вера в их любовь. Она в бокале Даёт мне восхитительное чувство Настоящего. Что до надежды, То и вовсе. Летняя ночь. Коэт. Опустилось солнце низко, Но на западе блеск длится. Я хотел бы знать, как быстро Станет золото струится. Крапчин. Господин, когда ты хочешь, Я дождусь шатра снаружи В озарении блеска ночи. Сообщу тебе я тут же. Ты следить желаешь, Знаю бесконечность, Взглядом плавным, Видеть, как огни сверкая, Воздают друг другу славу. Самый светлый получает. Я сверкаю ярко нынче. Если Бог вас навещает, Вам светить придётся Ширча. Всё у Бога совершенно. Это видно хоть по звёздам. Птицы спят обыкновенно по большим И малым гнёздам. Как привязана, Другая спит На ветке кипариса, До росы её качая, Тёплый ветер утомится. Всё, чему я смог учиться у тебя, И то, что слышал, В сердце бережно хранится. Потому сюда я вышел. Для тебя на этом месте Глаз сомкнуть мне не придётся, До поры пока созвездие Близнецов не повернётся. Так как бодрствуешь много, Ты полночную порою Проведёшь часы восторга. Созерцаем мир со мною. Поэт. Хоть в саду благоуханным И поёт бюль-бюль всю ночку, Не надейся очень рано Ты дождаться этой точки. Так как в это время флоры, Так по-гречески зовётся, Это часа вдовы Авроры, Когда в Геспире зажбётся. Посмотри, идёт, как скоро, По лугам, по ту и эту, Сторонам тесня ночь в норы, Всё залив снопами света. Видишь розовые стопы, Подавляя звуки страсти, От неё не скрылся, Чтобы, как от солнца, На несчастье. Сын возлюбленный, Сокройся, Закрывай же дверь плотнее, Схватит вместо Геспироса, Красотой пленясь твоей. Соломенная вдова, Аврора, Может схватить Кравчева, Красотой пленясь. Схватит вместо Геспироса. Сейчас У Марьян есть ещё Две вещи, Которые она вам споёт, А я поищу пока Обещанное сотворение. Спасибо и извините За мою Столковость. Я хотела бы Исполнить Два произведения На татарском языке. Первое Это произведение Адриадильнес Адриатическое море Сариха Сайдашева Композитора Это первый наш Татарский композитор На стихи Тазиги Зака Из драмы Настоящая любовь Из музыкальной драмы. И второе Это роман С Мансурова Зафарова Татарский композитор Второй волны Выходцы из интеллигентной семьи Очень образованного музыканта На стихи Фимуса Джавиля Героя Великой Отечественной войны Роман с поягодами Чьячий вангар На первом диске Второе Не видео Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ощущение, что впервые уже сгорит. Хочу закончить все-таки стихотворение о любви. По-моему, оно в книге любви. Нет. Оно в книге Зулейки. Оно в книге. И в тысячи не сможешь форм укрыться. Наилюбимейшее я найду тебя. Ты можешь в невидимку обратиться. Повсюду сущее. Тот час найду тебя. В чистейшем юном ростике Париса Наипрекраснейшее узнаю тебя. Водой прозрачной можешь притвориться. Наипрелестнейшее узнаю тебя. Струи фонтанной в чудном разделении. Неистащимая я узнаю тебя. Преображение облака на небе. Многообразнейшее узнаю тебя. В узоре логоцветном покрывало. Наиблистательное узнаю тебя. Как плющ тысячи руки привязала. О, все связующие! Узнаю тебя. Едва в горах, проснувшись, день заждется. Наи яснейшее приветствую тебя. Когда круг неба надо мной замкнется, Все проникающее я вдохну тебя. Все то, что я умом и чувством знаю, Все обучающее знаю через тебя. И сто имен Аллаха называя, Я в каждом имени предчувствую тебя. Я в каждом имени предчувствую тебя. Такая благодарная аудитория. Спасибо. У меня присутствует очень дорогой гость, Литературный и редактор обеих моих книг И стихотворений, и западно-восточного дивана Мария Александровна Пельгун, Доктор филологических наук. Грумко меня представили. Это со мной страшно. Меня в солях не... Я, значит, так закрываю вечер, Да, насколько я понимаю. Ну, вообще, я хочу сказать, что Удивительно, что сейчас так мало народу. Вот это связано с тем, что Меня в солях не включена Не включена в профессиональный контекст. Потому что очевидно, что если бы она преподавала на любом переводческом факультете, То это было бы событие, которое обсуждалось, И которое было бы широко известно, И которое бы имело очень большой резонанс. Но все равно я уверена, что это дело времени. И эта книга будет иметь очень длинную историю, И будет иметь очень долгую жизнь. Потому что, на самом деле, это явление уникальное. Конечно, художественный перевод Это явление почти невозможное. Хотя существует и курсы художественных переводов. Но очевидно, что всем, кто хоть немного с этим сприкасался, Понятно, что это вещь, которая на грани Возможного и невозможного. И то, что Венера Саряхану взялась за сложный материал, Отдает, отдает, нужно отдать до нее вкусу. Потому что, чрезвычайно редкий материал. Диван – это такой редкий и очень редкий, И очень изысканный литературный материал. И как она его перевела. Это удивительным образом, Не только проникновение в стиль бьеты, Это переводческий, если не знать фамилии автора, То невозможно представить, что это сделала женщина. Это как раз в данном случае, наверное, Венера Саряхану такой идеальный переводчик, О котором я считал Гумилев. Он говорил, что это некий инструмент, Какой-то и некая точка преломления, Которая позволяет передать такой контекст. И еще очень любопытно, Сейчас как раз у нас на работе было большое мероприятие, Посвященное проблемам мультикультурализма, Клуболизма, всяким проблемам. Там много всего говорилось, Что мир сейчас находится на грани, По советской пространстве, На грани такой катастрофы, И вообще вот это культурные различия, Которые преодолеть то, что практически невозможно, И то, что именно это приведет, Невозможность людей договориться, И границы, прежде всего, национальные и культурные, Приведут к раку, Как внутри отдельного человека, Так и всего мироздания. Какой-то такой на всяких сложных уровнях. Я подумала, что, например, Сареховна, Такое доказательство, Что свидетельство того, Что искусство, оно может спасти, Как каждого человека в отдельности, Так и, наверное, мир в целом. Оно может объединить и восток, и запад. И удивительным образом, Отжисление и русской, и немецкой, и восточной поэзии, Таком едином гармоничном целом, Которым невозможно даже представить, Что это может вызывать какие-то совершенно дикие конфликты, И совершенно немыслимые реакции. Так что спасибо вам, дорогая Илья Сареховна. Уверена, что эта книга будет, Ну, то, что она пока не широко известна, Это дело времени. И удачи, надеюсь, Что таких презентаций будет еще чем пока. Спасибо. Вот таких вот презентаций. Таких, но следующих будет, Здесь будет невозможно найти местечко. Спасибо, спасибо, Маша. Спасибо, Павел Ильич. Спасибо, ладно. Все. Я была очень рада вас всех увидеть, Я вас всех знаю, Да, слышала, заочно. Очень была рада вас увидеть. Спасибо, Маша. Спасибо устроителям этого мероприятия. Игорь, большое спасибо. Так у вас уютно. Чудесное местечко я даже не знал, Не хочется уходить. У нас на даче большая веранда, Конечно, не такая большая, Но очень напоминает домашнюю обстановку. Замечательно, да. Спасибо большое. Хорошо. А Марьян как была великолепна. Марьян, да. Ну, все, можно выпить чай, Пофе заказать, пирог. Давайте чуть-чуть выкидем. Сын, за разом. Можно выпить. Есть чего выпить? Я беру кофе, чай. Выпить не могу. Чай, кофе есть. Так, а как отстегивать? Можно ли просто взять и отстегивать? Можно ли просто взять и отстегивать? Можно ли просто проводить? Все, все, все народные. Он так стилизовал. Сам тот, как и в Мисочинке, Он учил основательное, классическое, А еще, что вы? Чай, стиль. Он учился в Москве. А, доброе. Тогда, в то время, при Московской консерватории очередили студию, в мудрославленную студию, демокатичное обучение, вообще тогда как бы формировалось. Формировали, вот это студия, композиторы научились, драматурги, философы, не было. Такие национальные студии, вот это? Татарская национальная студия, в Московской консерватории, в Московской федерации, по-химологам, по композиции, по темпу, по 70-го ленов. У вокалистов тоже, там утренний класс, есть те, на самом деле, классальные стилипы. Все, 70-х метров. Я не могу сейчас, это доподобно, я не знаю, что с тобой ведет. Я тоже, кстати, у вас, с Уверия, с Уверия, с Уверия, с Уверия, с Уверия, с Уверия. Да, с Уверия, да. 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 Я работал с песней, как Тайфатасов. А, понятно. Ну и он, правда, местные показания вообще не считает, потому что он искрешен. Я как раз раздевал ее песню, куда-то написал, на половине. Я как бы не сам написал, а на половине. Распоздал ее где-то на север. Это у меня, просто. Это китайский. Я не полетел, что-то, на север, все знаете, как-то кэмер. Да. Ну они... Спасибо большое, что-то же не появилось. Пока он, у них там раскаюсь, что-то. Ну, не знаю. Тоташка. Если я там на пою. Погоди, задашь, мы с выезжаем. Иртук-тук-тук, ишки-жаткан. Иртук-тук-тук, ишки-жаткан. Аааа. «Булдаганда» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok